Ведь если вспомнить опять же опыт, ведь это перетягивание канатов было, когда только советы, помните лозунг такой «вся власть советом», да, когда фактически вот эта тема, которая сегодня, значит, предлагается, она была каким-то образом схожа с 91-м, с 93-м годом. Затем два года вообще жили без закона, потом в 96-м был принят, он был, на мой взгляд, самый более-менее уравновешенный, там были возможности показать себя как представительному органу власти, так и исполнительной. То есть перетягивание было всегда или туда, или сюда. И я, например, приходил к выводу, что лучший, когда самый лучший вариант, сильный мэр, глава исполнительной власти, избираемый всем населением, и сильный совет, который имеет достаточно много полномочий, прежде всего с точки зрения контроля. Не обязательно даже назначать там заместителей, руководителей департаментов, начальников отдела, чтобы была выстроена система контроля. И тогда мы вздохнули спокойно, когда появились контрольные счетные палаты в Севизе, да, это был, как правило, они создавались при Думах, при Советах, это была возможность как раз этот контроль сделать. А сегодня, ведь Канад-то уходит или в сторону государственной власти, ведь по Конституции написано, что органы местного самоуправления в систему государственной власти не входят. Не входят. А сейчас фактически губернатор будет назначать, здесь будет правильно сказать, 50 на 50 комиссия, да, которая будет рекомендовать сети менеджера, это означает, что один человек из команды, там, администрации города, там, из муниципалитета всегда будет человеком губернатора. Что это приведет на практике? Это придет на практике, что городом, муниципальным районом будет командовать губернатором. На самом деле у него таких возможностей нет командовать. Будут командовать его окружение, его заместители, его советники. И фактически возникнет, ну, во-первых, коррупционные риски, естественно, повышаются даже в десятки раз, если не сказать больше. Затем будет попытка постоянно оказать давление на то или иное решение. Как правило, сегодня еще представительные органы власти, вы знаете, у нас сформированы тоже из одной известной партии. То есть фактически здесь получается, что вводится прямое губернаторское правление, что, в принципе, опять же, противоречит, естественно, Конституции по сути. Многие говорят о том, что это позволит каким-то образом сэкономить деньги. Вот здесь я тоже категорически не согласен, потому что деньги, наоборот, вырастут. Если мы сегодня предполагаем, что главой муниципального образования будет человек, который там будет или исчисла депутатов, или избираться, то, соответственно, он будет тоже создавать сегодня под себя пиар-службу, аппарат, и там тоже расходы значительно увеличатся. И сити-менеджер тоже не... тот, может быть, предполагает, что придет вот такой весь из себя с распорцовкой с точки зрения, естественно, знаний и умений молодой менеджер, который будет там пахать день и ночь, да нет, он будет тоже думать о своем авторитете, о своем имидже. И он не будет абсолютно, как многим депутатам сегодня представляются, те, которые поддерживают, что он будет таким мальчиком для битья. Да нет, конечно, это абсолютно объективно самостоятельная фигура. Значит, тот конфликт, который был в начале 90-х, который потом законам 96-го года удалось каким-то образом снять, он снова вспыхнет. Плюс еще вот это насаждение со стороны губернатора, это тропиночка, которая будет в такую дорогу разрастется, что 2-3 года любой менеджер слетит, потом следующий и так далее. Я думаю, что те, кто немножко знаком с муниципальной экономикой, понимают, что человеку, чтобы понять все, надо, ну, год как минимум хотя бы, год там что-то понять, как-то наладить. Ведь мы помним, что местная власть должна создавать условия для бизнеса, для, ну, бюджетная сфера огромная, хотя сейчас часть полномочий и ушла туда. Поэтому я за то, что многое говорю, очевидно, за то, чтобы все-таки нам подумать и обратиться в позиционный суд, вот, какой-то группой, чтобы эта тема, по крайней мере, я не уверен, что там решение будет принято, так скажем, положительно в нашу сторону. Но все формальные основания для того, чтобы обратиться, для того, чтобы показать, что это не те шаги, которые способствуют сегодня развитию местного самоуправления, я думаю, мы можем, вот это с точки зрения, опять же, общественности и гражданского общества. Спасибо. Спасибо. Значит, Некрасов Вадим Валентинович, мы...